Однако многие горожане все-таки недовольны работой коммунальщиков и дорожников. Мы попытались узнать, действительно ли на расчистку улиц брошены все силы. С помощью муниципального портала теоретически можно следить за техникой городских ДЭУ в режиме онлайн. А в других городах Сибири жители придумывают свои народные методы контроля уборки снега. Павел Теунов продолжит тему. По задумке разработчиков портала Мой Новосибирск, эта карта позволит горожанам контролировать весь автопарк ДЭУ. Газели, МАЗы, КАМАЗы, снегопогрузчики, грейдеры и бульдозеры. С помощью системы ГЛОНАСС месторасположение муниципальной техники должно отображаться на мониторе компьютера. Сейчас на линии работает больше ста машин. Мы решили проверить, совпадает ли информация на сайте с действительностью. Красный проспект. Техника рядом с собором Александра Невского. МКСМ. Маленькая маневренная машина. Возможно, чистит тротуар. Согласно данным сервиса, вот где-то здесь сейчас должен работать погрузчик с бортовым номером 6452. Конечно, пока мы ехали, его могли отправить на другое место. Но судя по тому, сколько намело снега, дорожная техника здесь даже не появлялась. Между тем, портал продолжает показывать, что машина все еще где-то рядом. Едем дальше. Улица Гурьевская. Здесь должен быть трактор «Белорус», который сейчас, например, может чистить проезжую часть. Но застать его за работой не удается, хотя по следам видно, что техника здесь была. Последняя попытка. В нескольких сотнях метров еще один трактор. Прямо напротив Октябрьского рынка. Впрочем, снова виртуально. Где находится машина в данный момент, неизвестно. Возможно, на портале есть проблемы с обновлением информации. Но приходится признать, что система слежения за техникой ДЭУ не работает. В Томске нашли другой способ контроля за уборкой улиц. В социальной сети тамичи запустили флешмоб. Люди фотографируют работу дорожных служб, выкладывают в интернет, отмечая особым хэштегом. И не стесняются в комментариях. Если работает, ну хорошо. Если не работает, значит, может быть, до начальства дойдет все-таки, что народ жалуется, что люди недовольны тем, как они работают. Ну и, соответственно, предпримут какие-то меры для вывоза снега с улицы. До местного спецавтохозяйства дошло. Оказалось, в сети у них тоже есть аккаунт. Дорожники приняли правила игры и включились в обсуждение. Любой житель города – это наш помощник в первую очередь, потому что у нас тоже глаз рук может и не хватать. Интернет просматриваем, читаем, комментарии смотрим. Жители частного сектора в Омске на помощь уборочной техники уже не рассчитывают. Научились справляться сами. Андрей Романов из стареньких «Жигулей» сделал свой собственный бульдозер. Нашел под снегом старую железную дверь, быстренько сюда ее приварил, паркопом, простейшим способом. Вот, получилось вот такое вот снегоуборочное средство. Его гусеничный ваз уже второй год чистит всю улицу. От дорожных служб здесь теперь никто не зависит. И контролировать никого не надо. Павел Теунов, Денис Солдаткин, Александр Руяткин и Алексей Андробаев. Новости здесь Новосибирск.